так добрый день дорогие друзья с вами сегодня я руслан айсен на youtube канале лиги свободных наций сегодня мы будем говорить с уважаемый раджаной дугар д понты который является как раз президентом этой организации вот представилась такая возможность приветствуем вас раджана спасибо что согласились побеседовать тем более что есть много интересных тем но изначально хотелось бы спросить и прояснить для наших зрителей чтобы вы пояснили о целях и задачах лиги сон вообще цели конечно же это достижение независимости нашими странами реального суверенитета как у нас указано в уставных документах и потому что в самом начале когда мы организовались мы поняли что когда россия разбязала эту кровавую и бессмысленную преступную войну мы поняли что для нас наступает последний шанс сохраниться как нация и только если мы обретем независимость мы сможем наконец положить конец но прошу прощения за этот за тавтологию этому порочному кругу который в которой мы оказались втянуты будучи колониями потому что мы постоянно проливали свою кровь наши народы служили в качестве хошара наши народы постоянно подвергались репрессиям геноциду потому что природы этой империи такова поэтому единственная то есть у нас был пример независимых государств которые смогли освободиться от империи российской и мы решили что вот сейчас у нас возложена эта историческая задача что касается задач что они естественно служат этой цели а вот и мы в общем то должны готовить дорожную карту для наших стран для наших государств мы должны устанавливать связи между нашими движениями также с государствами которые нас окружают которые являются игроками на мировой арене для того чтобы этот переход смог произойти а наиболее так сказать беспроблемно вот то есть все мы работаем над этим созданием образа будущего который не пугать до который будет наоборот воодушевлять людей естественно мы думаем о наших экономических программах политических в то же время мы думаем что нам необходимо также учиться поэтому курсы организуются государственного строительства в общем то очень много работы спасибо вот вы так или иначе затронули этот момент но он важен и для нашего в осмыслении многих вот этих процессов чего же вот не хватает нашим народом ведь мало того что империя скажем развалится нужно иметь и внутренний потенциал вот на ваш взгляд чего нам конкретно не хватает нам конечно же пока не хватает так сказать более широкой поддержки среди наших народов да конечно поддержка есть и мы отдаем себе отчет в том что всегда во всех движениях есть вот небольшая активная часть до 10 процентов так сказать и потом они делают свою работу и только потом основная часть отключается народа но вот в нашем случае происходит точно так же и я думаю что очень многого не хватает также что касается вот наших усилий да мы делаем все что в наших силах но нам также нужна более широкая поддержка и мировой общественности высказала и политического эстеблишмента демократических стран вот потому что мы представляем я думаю наиболее предпочтительный вариант если все пойдет по нашему плану и мы делаем все что в наших силах то это наиболее предпочтительный план для всех сторон которые вовлечены в этот процесс как для наших стран как для самой россии в общем то я имею ввиду вот этот план распада россии на много государств на форумах независимых свободных государств построссии постоянно постоянно а все участники которые встречаются там и дают доклады они как раз описывают этот вот этот план распада россии но он должен быть подконтрольным а вот и как раз таки силой мировой безопасности да я думаю там оон такие организации как оон и вот государства которые например входят в нато да вот но и другие то есть те государства которые вообще нас можно сказать окружают со всех сторон они все должны быть заинтересованы в том чтобы этот распад россии прошел по по такому бесконфликтному сценарию и это может быть достигнуто если мы заранее заранее уже договоримся на берегу а если будут установлены эти дипломатические связи если наше движение наше государство знаний будут признаны и вот я думаю что нужно концентрироваться тоже и на этом на том чтобы донести нашу точку зрения до всех постепенно нас начинают слышать потому что если два года назад вообще об этом речи не шло то сегодня например о том что россии необходима деколонизация заявляет уже совет европы до европейский парламент и и спасибо я вот тут подумал что удивительным образом россия фактически ну уж наряду с китаем единственная такая крупная держава которая удерживает по-настоящему удерживает в своих так сказать ежовых рукавицах огромное количество народов которые имеют субъектность политическую да ну прямо скажем что есть народ который не имеет политическую субъектность здесь практически в россии большая часть наших народов и в том числе которые имеют свое представительство репрезентацию в виде республик да они имеют эту самую субъектность и россия их удерживает ну там могут нам возразить что есть индия но и не все-таки не является империи и не лезет на другие территории да то есть она не завоевывает даже даже китай можете меня поправить но там уровень федерализации куда как выше несмотря на то что формально унитарное государство в россии же мы наблюдаем абсолютно обратный процесс по форме федерации а по сути значит унитарное государство или как ленин говорил да помните по форме все правильно по сути издевательства вот здесь нечто подобное происходит и еще один важный момент вот такой юридика может философский относительно того что люди которые заключают брак например но даже условно возьмем что добровольное до вхождение хотя добровольных не было вхождение ну как бы там нет но есть исключительное право оно же равно право заключения браку это расторжение брака да то есть не если там супруг избивает издевается притесняет или как говорят сейчас занимается харассментом то соответственно у противоположной стороны есть возможность разойтись вот если вы так или иначе в этом сказали на западе понимание того что в рамках вот этого так называемого неравного брака невозможно существовать более того эти народы могут исчезнуть потому что россия ну делает все для того чтобы уничтожать открытый этногеноцид происходит как мы видим ну как я сказала раньше вообще нас не видели на западе то есть мы были всегда загорожены вот этим образом россии который имперская культура создавала на протяжении столетий россия для в общем-то западного гражданина там какого какой-нибудь франции да или там германии всегда там лев толстой пушкин значит война и мир вот русская зима обязательно русская да вот балалайка водка но там чайковский а что касается того что россия вообще-то занимает два континента да то есть и европа и азия это как-то вот из поля зрения уходила вот и например часто было так что приезжают например вот у нас в начале 90-х годов приезжали молодые американцы и одна из в общем потом призналась что когда она увидела в аэропорту столько бурят она подумала откуда здесь только китайцы то есть у них даже не было абсолютно никакой идеи о том что из себя представляет россия такая ну в общем-то советский союз был тем более да вот и сейчас уже постепенно как бы это происходит знакомство так сказать всего мира с тем что в общем-то с порабощенными народами с народами которые всегда были в тени русской культуры вот и она я помню когда мы были в риме и об этом говорили вот два года назад удар работа назад там руслан габбасов в голове рафиска шапов также в общем-то к нам подходили потом европейцы говорили что вот мы даже не представляли о том что происходит у вас мы мы не знали но естественно потому что нам никогда не давали голос а мы ник не присутствуем до сих пор в общем-то вот в этом пространстве информационном российском кроме как каких-то сводках до криминальных ну или вы сейчас война вот сейчас это очень стала тоже выдвигаться на первый план то есть вот это вот участие бурят а моего народа часто на нас навешивают постоянно наверно нас навешивать преступления которые совершены другими начиная с бучи да где были ковские десантники но в самом начале войны вот пошли эти фейки да с фотографиями солдат которые были сняты вообще два года до начала войны и с такими значит названиями что вот вот на найдены виновники боевые буряты как назвали с одной стороны как бы нам нам говорят вот вы буряты должны воспользоваться теперь вы должны заявлять всему миру о том что вы кем вы являетесь о своих целях о том что вы хотите добиться независимости вот раз даже папа римский наряду с чеченцами заявил самые жестокие самые жестокие да любой пиар это пиар но это вот как раз возвращать нас к тому разговору о котором вы упомянули пару фраз о влиянии русской ну вернее имперской культуры и она настолько сильно как раз папа римский который сказал я не верю что культура которая дала миру толстого достоевского тем более достоевского если дала с значит с раскольником почему она не может то собственно но видимо непонимание даже основ этой культуры ее интерпретация она вот создает как вы верно отметили вот пелену у многих представителей запада мне тоже приходилось очень много на этот и счет общаться но что говорить я жил работал как в москве у меня на полном серьезе спрашивает середины двухтысячных если между татарстаном и россии таможенный контроль какими деньгами образованный до образованный часть считается даже вот это вот имперскость непонимание собственного пространства а если непонимание значит зачем она те нужно если ты его не понимаешь зачем ты его удерживаешь вот в этих кандалах но мой вопрос вот следующего порядка мы так или иначе вот включены в этот имперский дискурс к сожалению и наши народы так или иначе как бы были преступно задействованы то ли вслепую то ли еще как-то и вот вы сказали относительно участия наших народов соответственно можем ли мы сейчас говорить о том что мы можем создать некую концептуальную основу противодействия именно культурного противодействия этой центричности но тут один философ написал мне понравился немецкий о том чтобы вот по-настоящему деколонизировать нужно создать вот периферию периферию центра до чтобы вот разложить москвоцентричность и вот создать наши привлекательные формы культурного притяжения и так далее на ваш взгляд есть у нас для этого потенциал я думаю что да потому что если мы обратимся к опыту вот антиколониальных движений двадцатого века мы увидим что там целая плеяда была в общем-то антиколониальные авторы но тогда это были антиколониальные мыслители которые вышли из этих стран вот например франц фанон да там в общем-то который повлиял в том числе на исламскую революцию в иране вчерашней смерти россии до ну вот и они естественно получили все образование европейское но вот тем не менее они вот были также и представителями колоний эксплуатируемых в общем-то дискриминируемых и они вот смогли воспользоваться этим образованием западным идти до запада точку зрения своих коренных колонизированных народов и таким образом они стали рупором этой борьбы и сейчас к сожалению у нас пока такого уровня мыслителей не наблюдается да но тем не менее растет вот это вот анти деколониальное движение а у нас есть значит студенты какие-то которые учатся на западе которые впитывают эти новые идеи и они начинают громко во весь голос заявлять о себе есть то есть вот это у нас начинается все то что происходило на западе 60 лет назад начинает происходить с нашими движениями с нашими народами вот у нас как бы замедлился этот процесс потому что вообще очень интересное наблюдение это когда советский союз очень поддерживал антиколониальное движение да там я сама помню детстве да что мы изучали на истории на уроках истории во время классного час там о том что есть героическая борьба что колонии освобождаются освободились вот и россия всегда то есть не россия советский союз до всегда поддерживал эти движения был даже этот самый университет народов стран азиафрики и сша да да и пример даже вот именем патриса лумум бы назвали этот университет и там учились как раз выходцы из этих бывших колоний и поэтому вот колониальный характер самой империи советской он был затемнен вот этим вот дискурсом до поддержки поддержки антиколониальных движений во всем мире сейчас в миниатюре проходит то же самое потому что путин создает эти независимые да в кавычках государства и говорит о праве народов там донечины в общем-то или там северная южной осетии о праве этих народов на независимость и в то же время он лишает действительно вот народы которые имеют субъектность на территории российской федерации в праве на самопределение принимаются указы принимается законы антисепаратистские да которые значит вот эту деятельность за независимость своих регионов приравниваться к терроризму и в общем-то в миниатюре он воспроизводит то же самое что делал советский союз но только на более скажем низком уровне что сильно заметно когда помните может более полугода назад путин собирал представителей каких-то африканских стран и сделал такой спич что россия антиколониальная сторона вернее ведет курс по борьбе с колониальным наследием запада и по моему даже российские лояльные эксперты публика вот это вот про путинской они тоже недоумевали потому что это выглядело ну если не смешно но очень как бы вот триггер его что то что россия творит внутри и шлет сигнал этим бедным африканцам которые естественно не воспринимает этот дискурс приехали только за деньгами из-за какой-то поддержкой как правило там были представители движений которые свергли свои правительства да ну вот советский союз тоже заиграл по моему с движением неприсоединения каким-то ну вы знаете я хотел вот спросить о чем а мы так или иначе с вами все вместе вроде говорим о важных вещах с другой стороны вот есть российские либералы и которые вроде как бы тоже за свободу за права человека поддерживает украину да везде где происходят какие-то такие страшные вещи притеснения они кричат ну что касается российских реальность российский либерал находится на абсолютно имперских позиций с этим мы сталкивались и в россии я помню но он просто единицы удавалось вот привлекать к проблемам запрета языков там системе образования и так далее так далее они вешали тот же самый ярлык мыс вы сепаратисты в общем то власть конечно жестко с вами действует но по форме то она действует абсолютно верно вот в чем причина на ваш взгляд того что российский либерал кстати как говорил до стоит и любой сапог готовы лизать не в обиду выйти либералом сказано во-первых я бы сказала что это в основном либералы московские если начать вот их как быть слушать да и смотреть на не на их выступление то получается что они все в общем-то очищают вот именно вот эту выступают с точки зрения московского центра так сказать метрополии и я думаю что но это не секрет что российский либерал всегда заканчивался на национальном вопросе они не могут никак из из жить в эту имперскость потому что наверное они понимают что это огромная часть их идентичности то есть они имперская нация вот и москва это центр огромной империи а кем они будут без этого они наверное чувствуют какое-то замешательство страх потерянность в общем то можно понять да что вот вот вообще вот эта возможность сама распада россии повергает их вот в это состояние экзистенциальной заброшенности то есть вот они помнят наверное когда распался советский союз у многих людей было это ощущение потому что он всегда был советский союз вот и вдруг его нет и что остается и они помнят чувство до потери ну то есть они потеряли вот все эти территории и я думаю что они боятся этого конечно же они боятся потерять кормушку потому что вот вы помните этот но лозунг навального хватит кормить кавказ они почему-то считали что вот москва всех кормит хотя если разобраться чем может кормить москва если у нее никаких ресурсов нет вот вокруг центральная полоса россии она заросла борщевиком значит там нету никаких полезных ископаемых нету гор потому что чем москва может кормить кавказ который обладает всеми этими огромными ресурсами плюс нет да то есть это вот и вот но у них тем не менее вот это вот есть да что москва кормит всех хотя наоборот москва обирает все регионы она забирает все и дает какие-то крохи и при этом она говорит что мы вас кормим вот вот это вот вообще страна мне кажется сама состоянии находится то есть это просто шизофрения какая-то наблюдается на все уровни в россии начиная с власти и заканчивая вот простыми обывателями либералы они никак не могут мне кажется подняться над этим но что касается вообще русских в других регионах да то есть до них тоже начинает доходить что москва на самом деле угнетает не только национальные республики но и их также поэтому в принципе я думаю что ну например у нас в бурятии есть русские люди которые например нас поддерживают и тоже думают что нам будет лучше без москвы я думаю что вот это вот как бы идея о том что все русские будут против распада она неверно вот москва да москва наверное будет против но не более того ну да я с вами абсолютно согласен единственное что москва производит это печать и роспись запрет и допуск это единственное чем она торгует потому что например по моей родной республике по татарстану хорошо известно что татарстан отдает более 70 процентов всех ресурсов и советское время это вообще мы отдавали 98 да они говорят мы вам строили заводы устроили тоже на эти же средства в общем то говоря и как сказал один депутат еще лет десять назад для того чтобы построить он выразился общественный туалет возле дома культуры нам приходилось брать разрешение у москвы все эти согласования соответствующие получить и потом вот пристроить этот нужник все то есть и непонятно для чего эта институция вот эта прокладка существует для того чтобы люди могли свои бытовые вопросы решать просто напросто договоришь договорившись между собой но вот это вот отсутствие культуры и федерализма но на мой взгляд сильно бьет и по русским людям потому что как вы верно отметили так или иначе уничтожается русский человек вы знаете в сибири на дальнем востоке там говорят там там на земле то есть в принципе даже чехов четвертом году если не ошибаюсь своих письмах писал что у них там в москве не так как у нас сибири то есть вот это вот тогда это ощущение было что все равно территория разорвана она была соединена только вот этим вот силовым образом но за последние годы удалось в общем-то в москве сильно переформатировать людей уничтожив образование кстати говоря ведь известно что бурят один самых образованных народов то есть высоким уровнем высшего образования но там связано с буддийской культурой но как бы там не было татар и у других народов это же было но сейчас просто национальной культуры нет фактически национальной системы образования нет и если так и будет продолжаться то в общем-то это объективный процесс к которым говорят достаточно сторонние от нас эксперты народа потеряет свою идентичность а дальше ассимилироваться дело техники вот на ваш взгляд вот система образования например которую нас есть а вот у бурятов так или иначе я так понимаю культура все равно связано с с монгольской да с общем-монгольской культурой вот можем ли мы говорить о том что вот часть наших народов она может интегрироваться каким-то побратимским образом до создать какие-то большие конфедеративные модели с учетом вот опыта государственности и оперевшись дипломатически на эти государства братские нам да конечно естественно без такого без этой интеграции да без во первых из нашей взаимосвязанности вот в рамках как бы пост российского пространства и плюс без интеграции в мировые процессы без связи и установления связи нашими братскими странами народами вот литской культуры а естественно мы не сможем когда выжить мы не сможем построить нормальные демократические государства потому что без этого установится к сожалению хаос и поэтому я думаю огромное значение будет иметь установление вот этих вот связей а мы вот мы над этим работаем да то есть мы устанавливаем сейчас связи с теми странами которые к нам нас понимают лучше чем другие страны да это например украина конечно же который понимает что мы в одной лодке мы вместе должны закончить дело мы вместе должны эту империю разрушить это пост это был страны балтии которые тоже понимали понимают что такое оказаться под этой имперской пятой и они тоже нас понимают очень хорошо вот это естественно монголия с которыми с которой наше движение имеет связи монголии вот на таком достаточно высоком уровне вот это бывший президент это демократическая партия монголии я думаю что у таких стран как татарстан башкортостан я думаю у вас развиваются связи например с центрально азиатскими странами с турцией и я думаю что вот вот в этом направлении мы должны очень хорошо работать развивать эти связи и стараться чтобы все-таки высоких кабинетах в этих странах наконец поняли что вот эту поддержку нужно оказывать нам нашим странам поднимающимся потому что лучше начать это раньше чем позже в интересах той же турции в интересах тех же например казахстана да вот обеспечить свои интересы в этих новых странах да это еще вопрос лоббизма очень важный и донесение как раз экспертного потому как многие действительно не осознают просто и в том числе наши задачи концептуализировать довести но вот например этот написал интересный пост вы знаете что парламент монголии принял закон по которому значит средства от добываемых недр стране будут распределяться равномерным образом между каждым гражданином этой страны этот написал пошутив но каждой шутке есть дура правды как говорится о том что сейчас россияне задумываются о том чтобы восстановить татар монгольский и потому что в этом случае справедливости будет куда как больше это первое второе это еще раз говорит о том что когда вот навязывали вот эту вот черную историю о том что это было иго и все остальное но вот сейчас мы же видим что монголия несмотря на то что восточная страна одна из самых таких передовых демократически развитых прошла этот путь но достаточно за короткое время да она уже находил все таки вот так в тени и москвы и пекина но вот смогла вырваться это вот в том числе ответ этим всяким либералам которые говорят о том что вы без москвы как бы вот как дети малые будете друг друга кусать за пятки это вот тоже отношение к нам как как кимплинг писал что вот они же дети малые вот эти вот восточные народы это постоянно необходимо слюни подтирать и все остальное соответственно вот очень важным судя по всему является и преодоление возможно нашего инфантилизма потому что ну как не представляется среди наших народов инфантилизм достаточно развит в силу ли каких-то ментальных особенностей доверчивости излишней доверчивости по отношению к большому брату но вот к сожалению эта трагедия сейчас вот таким колокольчиком видимо разбужу будет этих людей да вот есть у вас ощущение что вот этот вот излишняя доверчивость сейчас уходит потому что ведь искренне считали что большой дядя из белого кремля он все-таки желает нам благо всегда ну вот у меня всегда поражало их московских либералах их какая-то старомодность до их отсталость то есть они считаются интеллектуалами но они мыслят по категориями 19 века они не гнушаются например бросаться такими словами как азиатчина да то есть они и вот но это на западе да то есть это такой расизм действительно вот киплинг да киплинг великий писатель на никто уже не воспринимает всерьез его имперские вот эти вот восхваления да то есть его наоборот изучают с точки зрения постно реальной теории да что это был сын своего времени а вот в россии до сих пор они в общем то вот это вот интеллектуальное развитие да россия но застопорилась и вот сейчас мы видим полную деградацию действительно деградация системы образования и деградации или то что вот из себя представляет это российская элита это просто да я не знаю там обнять и плакать да и вот они пишут о том что да если вот россия распадется это будет кошмар это будет резня но вот наверное вот как раз поэтому разгоняются эти фейки о диких бурятах вот хотя вот например в монголии да у истоков монгольской государственности независимой монголии стояли буряты бурятской интеллигенции потому что в монголии не было тогда образованных людей евро получивших европейское образование которые могли построить страну вот по рекалам значит международным да и вот тогда пришли буряты которые получили это западное образование которые которые в общем-то выстроили вот всю систему все эти министерства чтобы они работали а так чтобы государство значит действовало но это было после получения независимости и затем в 90-м году у истоков демократической монголии тоже стояли буряты то есть это был зорик этнический бурят который в общем-то начал был одним из создателей демократической партии и они вот начали как бы вот первые протесты вот и вот демократическая монголия тоже начала развиваться благодаря в том числе бурятам и я думаю что у наших народов вот сейчас когда мы стали встречаться и на форуме и в рамках лиги свободных наций узнавать друг друга мы понимаем что вот все эти разговоры о том что у начнется там геноцид да и так далее это все ответ это действительно кровавый на это тоже например сейчас вот да говорят о резне русских например в средней азии когда вот они говорят что вот русским пришлось уехать из узбекистана там киргызстана казахстана и так далее таджикистана и они этим оправдывают например убийство мигрантов начинаешь писать да о том что вот ну то есть начинается обсуждение очередного убийства на расовой почве сразу же начинается вот эти вот разговоры а где вы были девянос у вас негров линчуют на самом деле это нефигня не было ничего подобного люди уезжали из этих новых государств потому что там там действительно после того как было объявлено о независимости вот была такая ситуация что непонятно что делать куда бежать уровень жизни стремительно падает потому что это вот так вот все произошло внезапно да и люди стали просто возвращаться в россию от туда где их корни да вот страну откуда у них корни откуда вот вот потом началось вот это вот и самое главное что нету ни одного доказательства того что да действительно была какая-то резня если мы говорим о том что вот были погромы там против евреев а после второй мировой войны в польше то там да есть вот это вот едва бы надо то есть вот есть факты а где факты того что было такое в странах центральной азии абсолютно нет то вот такой вот кровавый навес и я думаю что действительно а мы в наших странах вот у наших народов сохранилась вот это вот мне кажется воспоминание о демократии потому что мы даже вот во времена российской империи да когда действовала в сибири уложение спиранского а вот у нас были свои органы самоуправления и они были абсолютно демократические институты да это степные думы и вот мы буряты я говорю о бурятах да то есть у нас вот эта вот стихийная демократия навсегда действовала потому что мы народ во первых у нас там средние века действовали законные военной демократии да и затем вот это вот как бы на протяжении веков продолжалось а вот именно наше общество строится на принципах демократии и у других народов то же самое поэтому когда мы наконец получим независимость да у нас есть этот образ того как мы должны строить свои государства но не только вот по примеру других демократических но и потому что у нас есть принципы демократии например исландия да когда она получила там же тоже в общем то у них была такая вот ситуация похожая на нас то есть это была бедная колония дании у них абсолютно не было развита ничего никакой альтинг альтинг был у них самый древний но у них они гордо заявляют о том что у них вот эти традиции демократии они уходят в глубину веков альтинг действительно и почему-то вот мы вот как вы верно заметили да то есть у нас есть этот инфантилизм они гордо заявляют о том что у них вот эти вот принципы демократии вот на протяжении веков действовали поэтому вот это вот преемственность от первых альтингов до вот парламента независимой исландии у них просвеживается да и они не боятся об этом говорить а наши народы почему-то боятся сейчас да то есть мы боимся вспомнить о том что как было у нас раньше до того нас захватила россия это у русских нету образа демократии потому что у них никогда не было демократического правления у них всегда был деспотизм и вместо того чтобы там обзывать других азиатскими деспотиями вот самое деспотичное государство в истории это россия вот поэтому им надо учиться у нас демократии они наоборот согласен перманентная деспотия и в общем то тут еще один интересный момент что вот наши народы украина кстати говоря народы повозже ну и особенно вот за сибири они не были крепостными и вот эта матрица их не проштамповал это первое второе действительно это военная демократия стихийная демократия с принципы самоорганизации очень сильные были у татар это тоже система махалей то есть и до революция системы школ матриасе мекты вы то что называется книга печатание но даже центральная азия возила в казань печатать куран и книги потому что все организовывали сами государственной копейки не давал наоборот еще требовала с этого какие-то денежки и в общем то действительно если мы вот обернемся в старь в истории мы увидим что у нас без лишнего бахвальства в общем то очень такая продвинутая история самоорганизации политической в том числе ну и кстати говоря вот разгром вот это вот северного новгородского вечи да вот с этого же начинается поход ивана грозного на казань дальше урал и в общем вот как раз это тоже очень символически раз сколько 500 лет назад до 1521 по-моему начал этот начали они этот разгром вернее еще его отец и вот 500 лет бесконечного продвижения деспотия и подавление это огромный срок если мы учитываем что в в европе уже в 12 веке магдебургской права во все так сказать действовал я помню в году если не ошибаюсь году двенадцатом в россии уже ужесточили закон об мсу местном самоуправлении да потому что испугались что на низовом уровне это вот та же та самая как раз низовая демократия из которой мы могут прорасти вот эти вот важные ростки аджана спасибо вам большое было с вами очень приятно и интересно с таким глубоко понимающим мудрым человеком мы общаться мы бы с удовольствием растянули наше время но вот на сегодня я думаю мы можем завершить а в дальнейшем мы тоже обязательно будем продолжать общаться может какие-то специальные темы поднимем до чтобы не размазывать нашу повестку спасибо вам спасибо нашим зрителям пожалуйста делайте ставьте вернее ваши лайки расширивайте наши видео и до новых встреч всего вам хорошего спасибо большое слан за этот разговор будем ждать продолжение спасибо все хорошо